здравствуйте дорогие друзья вы на канале у Светланы Лодисад сегодня разговор пойдет пропитунья и такой разговор на тему как я сама свои собственные рекомендации и свои собственные советы которые давала вам на протяжении ну в общем-то долгих лет моих на ю тубе немножечко эти советы преобразовала и их не выполняя но результат получаю в принципе тоже неплохой в общем как не выполнять свои собственные советы для чего же они были нужны тогда вот с этим и поразбираюсь напоминаю дорогие друзья что в прошлом году я сделала вот несколько у меня пять руководств по выращиванию 4 по цветам и одно по заготовкам вот первое мое руководство самое любимое детище с чего начались у меня начался выпуск руководств это вот такое руководство по выращиванию питуньи я знаю что многие уже приобрели но вдруг кто не приобрел вы можете здесь окунуться в мир ампельных питуней но в основном про ампельные и узнать как их правильно выбирать до семена какие должны быть какие серии как поливать как подкармливать как прищипывать какие есть заболевания у питуньи как с ними бороться все здесь расписано 90 страниц только о питуньях как ее приобрести все равно задают такой вопрос есть ссылочка в описании моего видео переходите туда электронная оплачиваете вам приходит электронная версия вот такого журнальчика толстенького 90 страниц стоит совершенно недорого полная вот эта книга стоит 700 рублей да я даже округляю поэтому я считаю что это ну не те деньги если вы хотите получить много информации но спект пропитание что случилось и почему я решила сделать такое видео правдивое и какие мои советы я давала во много лет а в этом году их не выполнила и даже в прошлом году начала эксперимент и поэтому его все-таки довершила ну что питунья я сею в разные сроки у меня разбежка почти целый месяц по питунью 1 питунья посеяла 4 января так проверим какого числа я посеяла все записано и запротоколировано 4 января все правильно 4 января посеяла первые питунь специально чтобы показать что семенные питунь и можно тоже размножать методом черенкования то есть снимать с них черенки тогда можно сэкономить на семенах ну то есть на деньгах не покупать столько семян в пакетике 5 гранул семян как правило да если вы покупаете прав семена это pan american это итальянская серия японские семена вы можете посадить одно семечко если она у вас зайдет то вы можете сделать почти что 10 растений я сказала от 7 до 10 но больше не стоит потому что растение все-таки израстается и 7-10 мы снимем крепкий замечательных черенков если вам надо может быть у вас будет одна кумба в одном цвете и всего это мы потратим одно два допустим семечка и таким образом еще на следующий год останутся семена семена питунь и три года три года можно держать в холодильнике всхожесть будет падать но небо ненамного примерно на пять процентов во всяком случае на сайте pan american так написано то есть если нам дают что в схожесть семян 85-90 процентов то с каждым годом она просто будет на пять процентов падать но это не говорит о том что свина совершенно старые они не взойдут то есть до трех лет дверцы холодильника прекрасно хранятся я черенковала и опять-таки вам показывал весит процесс черенков как они приживаются как они растут вот тут уже в следующая была партия череночков чинки в принципе то ничем не отличаются от растений я показывал что черенки у этих питунь и у семенных точно так же мы прищипываем чтобы добиваться пушистенького кустика единственное хочу вам сказать что череночки развивается чуть медленнее чем ну сами семенные кусты вот кусты которые я там высаживала в январе вот этому дала уже цвести пусть уже цветет надоело его обрезать ну для интерьер что называть они у меня достаточно большенькие я уже там часть их продала что-то оставила себе какие-то экземпляры ну как видите вот этот весь цветет а этот не цветет потому что я не даю я делаю постоянную прищипку постоянную мне важнее чтобы наросла корневая система на растет корневая на растет и листовая и все-таки я стимулирую фазу на растание вегетативной массы к тому же да а питуньи когда переходит стадию цветения они сдерживают сами себя в росте вот так что какие сломала свои собственные советы это первый совет прорастание семян питуньи на свету и я об этом говорила потому что это написано ну во многих источниках и об этом говорят очень многие цветоводы что когда мы раскладываем гранулки неважно грунт ли это таблетки ли это мы ставим наш лоточек но прикрыв его естественно кто стеклышком кто пакетиком под свет и питуньи прорастает только на свету только было слово и я так тоже говорила в прошлом году попробовала сделать по-другому в этом году продолжила свой эксперимент эксперимент удался на ура то есть я питуньи под свет вообще не ставила и говорила вам об этом то есть я точно так же сделала и поставила на теплый коврик никаких подсветок не было часть питуньи там стоял контейнер здесь на столе на теплом коврике часть питуньи вторую контейнер стояла вообще дома можно сказать даже в темноте тоже на у батареи то есть там совершенно не не было никакого света и можно сказать даже ну торж не включаем даже большой свет только торшер вечером то есть такая полусумрачное состояние говорила о том что когда начинается наклев до 4 5 день 5 6 день у кого как и зависит это от семян от сортов ну а там некоторых причин но все равно где-то к седьмому дню у вас начинается ну почти у всех наклев то есть вы видите что из маленькой гранулки что-то такое появляется вот в этот период ставим на свет а до этого ничего не светило всхожесть была очень замечательно у меня всхожесть была и 90 процентов и 95 процентов то есть питуньи это я все вам показывала говорю не голосом на все видео есть служить отлично значит можно не ставить семена на свет и это никак не влияет на всхожесть а вот когда питунья уже начинает сходить здесь можно дать два-три дня круглосуточную подсветку для того чтобы в начальный период проклева и прорастание семечка они не сделались тонкими и звонкими под таким под хорошие только лампы не слабенько такой достаточно сильной хорошей лампой вот у меня мини фермер лампы я в этом году вам показывала новые лампы покупала вот то есть лампы 36 ватт такие достаточно мощные мультиспектр и питуньки получились коренастенькие хорошенькие я их даже не утопляла то есть если хорошая лампа можно питунь это второе не притоплять как мы делаем зубочисткой если лампы по слабее и может быть знаете как центральным которые висят непосредственно под лампы питунькам много света а вот с краешках в краешках освещение поменьше и там могут подтягиваться тогда нужно утоплять или присыпать в виде окучки ну или кому-то окучивать у кого это ну на грунте пассив то есть вот второе то что я не сделала в этом году и не заметила ничего плохого это первая подкормка кальциевой селитрой или монофосфатом калия я зарапортовалась и пропустила эту подкормку ну по каким-то причинам знаете сделаю 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 а потом уже питунья так рванула что я и думаю что зачем мне делать мне нужно пикировать и не буду я ничего этого делать и не сделала а всегда есть все видео что первую подкормку я делала монофосфатом калия я не заметила вообще никакой разницы вот совершенно объясню сейчас чуть подали попозже почему не заметил то есть ну не сделала и не делала вообще никаких подкормок не делала питуньи я сеяла в таблетки джифи и каждый год так делаю и еще часть питуньи села на грунт это было уже позже последние питуньи вообще села в феврале месяце говорю с разбежкой даже больше месяца вот и я их пикирую на ранней стаде то есть появилась два-три настоящих листочка и ничего не жду делаю пикировку и и вот как-то обошлась без первой подкормки для корневой системы ну что вам хочу сказать конечно может быть плохо видно ну может быть вы видите сеточку из корней здесь уже все литровый горшочек ну вот эта баночка литровая все в корешках ну возьмем другую литровую точно так же ну вот здесь даже на дне очень хорошо видно все в корешках и и возьму поменьше вот поменьше не могу вам найти но это тоже большая тут тоже уже если бы я этой питуньи дала уже побольше она бы конечно больше разрослась но говорю это такой экспериментальный у меня кустик что дальше показать вот маленькая маленькие череночки никакой подкормки для корневой не делала вот они только укоренились за неделю неделя прошла наверное и вот уже такие корни но я неоднократно вам показывала так вот дорогие друзья почему наросла хорошая корневая и как обойтись вот без лишних таких трат и на удобрение на все я сделала в этом году грунт очень легкий и в основе при пикировке в основе моей грунта был грунт класс мы класс вам все-таки есть класс мы не просто так его называют грунтом среди мерседесов у меня был такой ролик и действительно видно как в нем развивалась корневая система единственное что класс манья чуть-чуть подмешивала свой грунт то есть не в чистый в чистый класс вам все равно до какой-то поры я не могла понять как в этот такой легкий пустой для меня грунт я могу сделать пикировку ничего подобного чуть-чуть только добавила своей земли все равно основа была класс мы так вот нужно не только класс вам любой другой грунт когда он будет очень очень легким то у вас очень быстро нарастет корневая даже без подкормок для развития из там особенно кальциевая селитра для скелетирования всей этой корневой системы в общем-то как-то я обошлась третий фактор который я сама себе вступила в противоречие при пикировке петуни я всегда ее пикировала 200 грамм стаканчик и говорила о том что 100 граммовые стаканчики я терпеть не могу это чистая правда почему их не могу терпеть они маленькие и если их поставить но в какой-то контейнер не плотно они постоянно заваливаются и вот это вот тронешь контейнер шум раз все упало как-то меня это просто напрягало здесь я нечаянно заказала большую партию 200 грамм стаканчиков то ли я сделал не так то ли мне прислали я даже не стала разбираться в общем когда я принесла домой положила потом прошел там допустим месяц я у меня началась большая такая программа пикирования петунии я взяла там 100 граммовые стаканчики чтобы заказать и там опять пройдет сколько-то дней ну начала в них так вот небольшой стаканчик 100 грамм легкий грунт корневая наросла в два раза быстрее чем я бы взяла 200 граммовый стаканчик и корневая и листовая но потому что в 200 грамм тоже все нормально может произойти просто будет дольше пока корневая не нарастет я говорила вам мощно не стартует листовая часть а в 100 граммовых стаканчика это происходит как бы намного быстрее поэтому я тоже убедилась и теперь для первой пикировки потому что до перевалки идет пикировка я буду пользоваться 100 граммовый стаканчик как бы я их не любила вот видите три таких совета которые я всегда давала а сейчас сама себе изменила свои же ну такие постулаты свои же правила и они сработали поэтому решила с вами поделиться вот такое начало разговора поэтому ну ну все нужно пробовать у каждого все индивидуально и по-своему теперь такой вопрос поступает сейчас просто везде на всех по их платформах по всех социальных сетях фраза звучит так одинаково практически тоже все я сделала все так как вы говорили но у меня петунья и дальше пошло маленькая не растет корневая не растет листовая и шлют фотографии вот тут вот листики крутится листики желтеют на них и точки на них штрихи и так далее и тому подобное ну во первых сделала все как я однократно однозначно вы так не сделали потому что я первый вопрос вернее который спрашиваю какой использовали грунт потому что вот это можно сказать самая такая основа свет до температура до что-то там поливы подкормки тоже да но основа это грунт ну никак вы не сделали такой как я потому что все мои грунты для всех растений идут совмин но идут основа на моей собственной земли с огорода чтобы кто не писал не говорил делаю я свою землю с огорода а потом уже туда добавляю всякую вкусноту которая нужна тому или иному растений поэтому однозначно что грунт у вас не будет такой как у меня от этого я ведь не просто так говорю что от этого очень много зависит у семена я думала мы многие покупаем профессиональные семена чуть ли не в одном месте поэтому от семян уже зависит мало вот тут мои петуньки видите они у меня и как я говорила не цветут хотя должны был уже цвести на днях я фотографировала в телеграм-канал цветков было много надо было сначала снять видео а потом уже их оборвать обрываю я все везде и всегда вам всем говорю делаем прищипку прищипку обязательно делаем только некоторые экземпляры вам показывают люблю мини мини такие туньи у которых маленькие цветочки и вот тут сейчас расцветет такая нежность с сиреневым сиреневым глазком видите ну а петуни выглядят неплохо что и говорить вот им конечно бы уже нужно еще побольше грунта правильно разных здесь сортов и сроков есть и маленькие есть и череночки вот посмотрите какие петуньки неплохие единственное что если бы они росли бы вот так вернее не росли а стояли бы на полочке вот так они бы были еще лучше но когда они стоят вот так они выглядят намного хуже потому что им тесно а так как у нас все время идет снег и я не могу даже их вытащить в теплицу и даже с обогревателем потому что но это очень накладно поэтому они пока стоят в такой вот в таком виде ну в начале видео увидели вот поэтому им тяжеловато конечно петуни нужен простор при выращивании рассады очень просторно тогда они замечательно растут ну думаю что неплохо теперь про хлороз многие высылают мне фотографии хлороз покажите а кто-то спрашивает покажите как выглядит хлороз у меня что-то не то я не знаю что такое хлороз я кстати говоря я нашла хлорозную себя петунию одну единственную из всех и пока даже ее не лечу наблюдаю специально чтобы вам показать как выглядит хлороз но оторву потому что ну наверное ее и не буду и лечить есть у меня что у хлороза бывает что хлороз это или недостаток до каких-то веществ в почве но если вы покупаете грунт пустой как я говорила на основе торфа и в нем выращивать сейчас все об этом поговорю то там могут не быть тех элементов которые нужны для развития питания либо наоборот в грунте все есть растение не усваивает не берет по каким-то тоже причинам и это проявляется всегда на листочках листочек будет плохо развиваться он может быть маленький может быть листок и будет развиваться да но на нем появляются вот такие вот пятна видите штрихи либо жилки становятся но одного цвета а между кого расстояние совершенно другого цвета разбираться какой хлороз достаточно трудно но если у вас вот межилковая одного цвета жилки другого цвет но это явно видно до желтой и темно-зеленая и это верхушечные листочки новенькие листочки скорее всего нехватка железа если у вас первые листья в таком состоянии и даже больше на нем пятен каких-то проявляться то может быть магниевый хлороз я не просто так говорю всем что делаете вне корневую обработку чем микроэлементы про это каждый год одно и то же говорю всегда показываю вам какие микроэлементы нужно использовать так у меня здесь всегда показываю вот унифлор микро всегда пользуюсь да уже на ноль не знаю сколько лет пользуюсь у них микроэлементов нужно на третья бутылочка за этот сезон не третья вторая вторая бутылочка за этот сезон 100 миллилитров но я очень частные не только питунь и пожалуйста вся рассада пошла сейчас томаты перцы пожалуйста вплоть до высадки куда вы высаживаете открытый грунт или в теплице и даже там и даже среди лета мы используем ну мало ли как отреагируют ваши растения на изменение тех условий в которых они были сейчас и потом то есть от стресса питунья или не питунья тоже могут не усваивать какие-то элементы проходим по по растениям по листу можно совмещать с какими-то другими препаратами особенно биологическими если вы проводите какие-то обработки листовые ну там от вредителей или от болезни сейчас уже пошли фотографии с мучнистой росой вроде как росата еще дома и мучнистой росой не должны бы болеть сейчас питунь это обычно происходит уже в августе когда начинаются холодные при холодной ночи и такая резкая смена температур дневной и ночной мучнистая роса сейчас в рассадный период вообще удивляюсь но фотографии это ни одна ни одна и даже не две и вопросов таких значит что-то не то значит питунья стоит где-то в холодных условиях она хладостойкая растений но грунт у питуньи вот грунт не должен стоять в холоде я всегда всем это рассказывал про ну не только про питунь что горшочки должны стоять каких-то ну достаточно не то что тепло хотя бы при комнатной температуре если питунья стоит где-то на окнах на подоконнике должно быть утепление то есть это должна быть какая-то прокладка от подоконника какой-то материал изолирующий сам подоконник и вот до окна но про это много раз говорила и мы вы можете наполивать питунью подоконник холодный грунт а остыл а если еще окно на микро проветривание все пожалуйста если вы еще как-то не так подготовили почву то запросто мучнистая роса это полезет у вас на листья из грунта что значит не так подготовили почву это уже об этом говорю я свою почву заранее проливаю фитоспорином вот здесь у меня стоят мешки ну потому что у меня основа то своя земля плюс добавки идут разрыхлители торфы для того чтобы грунт просто облегчить у нас достаточно плоти песок на достаточно плотный грунт поэтому я много добавляю перлита прям вот много и заметила что большое количество перлита но я перлитом пользуюсь не вермикулитом не знаю как с вермикулитом как-то мне изначально не очень понравился я перешла на перлит так вот когда много разрыхлителя почва становится легкой но при этом по питательности она хороша корневая растет на глазах а если вы купили какой-то грунт пусть даже на основе торфа все равно он немножечко такой особенно черный торфы до верховые ой низины они слеживаются становится грунт плотноватый долго в себе держит влагу а вы не положили никакого разрыхлителя вот у вас запросто происходит иногда закисание грунта а и а закисание грунта ведет к отмиранию корневой системы поэтому не жалейте денег на питунью питунь и это не цветок который можно вырастить на раз-два вот мне так пишут что вы тут возитесь рассказывайте нам сказки небылицы а я вот и там несколько женщин привели комментарии в телеграм-канале и мне писали даже на дзен что ну просто вот вырастить вот ну совершенно просто питунью а вы тут рассказать сказки для своего контента я рассказываю не сказки а быль быль моя видна вся на его я вам показываю все минусы плюсы все свое все все что получилось и что не получилось тоже поэтому вырастить на раз-два питунью невозможно ей ну уж с ней нужно любовно разговаривать кое-что знать да но я вроде знаний вам даю много и хотите или не хотите за питунью нужно ухаживать вот я вам показывала что стоит она достаточно плотно но надо дождаться когда закончится этот снег за бортом еще очень много снега сугробы огромные минусы сейчас обещают нам даже до 10 градусов но никак не переехать теплицу поэтому я вот их так тусую постоянно просматриваю сейчас поливаю с разными удобрениями по листу тоже подкармливаю вам все показываю и постоянно вот сюда поднимаюсь ну вот видно на моих питуньках что здесь пока никто не цветет но очень-очень хочет вот они постоянно бутонизируются а я их постоянно прищипываю вот что и делаю по листу обработка микроэлементами и удобрениями и вот например тут пропустила питунька тебя нужно прищипнуть потому что это из молоденьких из последних вот макушку прищипнула о том как прищипывать макушку как прищипывать вот эти все стебельки конечно я говорила вот такое задание сейчас подняться и вот таких выскочек вот так взять и прищипнуть что дальше делаем а дальше что прищипываем поливаем и удобряем больше пока делать ничего не надо если есть возможность у вас пересадить питуньи ну из каких-то маленьких объемов до в больше вот видите уже кольцо пошло корневая отличная у этой этого сорта питуньи где еще стекле то показать вот любую и корневая не волоски она видно что разветвленная такая корневая вот кто-то попозже был пересажен у нее еще поменьше но все равно развитие происходит давайте у этой посмотрим вот тоже видите какая пошла 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 но еще пока здесь не заполнена а у которых уже заполнены конечно желательно бы пересадить нет возможности поэтому терпим вот ну зачем мне столько много я тоже это объясняла и говорила чем кормим вот питуньи это те прожоры которые съедят вот все что вы им дадите то есть любые удобрения у кого что есть фертика кормим люкс мастером ком кормим с одинаковой формулы сейчас вот на этой стадии любые комплексные удобрения то есть с одинаковой формы фосфор калий то есть азот фосфор и калий в одинаковой форме ну дорогие друзья тот кто переживает почему не показываю питуньи часто но еще раз говорю ролики все есть и видите как одно и то же но сегодня вам рассказала об опыте не одно и то же а вот решила поделиться что может быть и как вам сказать не так страшен черт как его малюют да вот можно и от некоторых этапов уйти а результат ну вроде как нормальный вот нам бы еще дожить до тепла чтобы скорее вот уже из литра кого-то пересадить на пмж вот эти экземпляры вполне уже могут идти на пмж даже минуя 3 литра есть момент из литровочек в 3 литра из трех литров в 10 там 12-15 у меня такого возможности нет поэтому из литра сразу высаживаю большие кашпо ну как видите земля холодная в теплицах везде холодно везде снег поэтому буду ждать тепла ну все дорогие друзья вам рассказала показала как развивается моя питунья пока все происходит хотелось бы лучше я ничего не скажу хотелось бы лучше но на данном этапе времени вот таких стесненных условиях все происходит более-менее хорошо ничего уж не могу сказать желаю чтобы вам у вас тоже все хорошо было и тот кто смотрит мухи и вот видео все этапы я знаю что у вас все получается потому что огромное количество фотографий в телеграм-канале в контакте но на дзене поменьше но не забывайте на дзене тоже можно присылать фотографии делиться мало ли у вас что-то там не так поэтому чтобы вас это не огорчало и не расстраивалась у того кого не получается с первого раза вот я уверяю вас что нужно исправить ошибки пойдет со второго но не просто так я всегда рассказываю о грунтах которые использовала как я это делаю как мешаю все да это вот залог хорошего развития даже не только питуньи да но ушел этих красавиц тоже приходится баловать своим вниманием ежедневным вот они сейчас пересыхают ну просто как сказать на раз два три то есть на третий день уже все вот сухие присухи и сейчас держу как невесомые совершенно но видите еще пока листва не опала они еще живенькие значит еще или сегодня поливать не буду то есть не заливайте будете заливать столкнетесь однозначно с каким-то хлорозом вот так дорогие друзья вроде не собиралась снимать ролики в думал о питуньях есть как я говорю тысяча один ролик но все равно идут вопросы кто-то не видел кто-то вновь подписался поэтому вам показываю желаю вам дорогие друзья чтобы цветочки вас приносили вам счастье и радость ну а что делать вот этой зимой хоть придешь вот так посмотришь на опять-таки на беленькие цветочки и говоришь в чем не красные белые нам и за бортом надоело вот желаю чтобы вам не надоело крепкого вам всем здоровья и мирного неба над головой